И в начале подробности громкого задержания в Подмосковье. Майор спецназа внутренних войск оказался крупным наркодилером. Его лицо, знакомо многим россиянам, службы в МВД Дмитрий Гуменецкий, совмещал с работой в кино. В частности, снимался в известном сериале «Бригада». Криминальные наклонности проявились и в жизни. Из того сырья, что нашли у него при обыске, можно было изготовить тонны опасных психотропных веществ. Вину предстоит доказать следствию, но уже известно, что наказание грозит вплоть до пожизненного. Денис Давыдов с подробностями. Блестящие свертки достают, как из рога изобилия. Еще немного, и оперативникам уже некуда будет их выкладывать. В гараже весь пол застелен. Это все наркотики, спайсы. В Азии изготовлены и упакованы на совесть. Они были упакованы в 8 слоев фольгированной металлизированной бумаги, что, по мнению преступников, обезопасило бы сбыт вот этих наркотиков. И выявление этих наркотиков с помощью собак, с помощью различных электронных приборов. Рядом тот, кого наркополицейские считают владельцем товара. Они уверены, гараж мужчина превратил в склад, и отсюда мелкими партиями наркотики расходились по региону. А как вот эти вот свертки, которые у вас в автомашине? Я не могу объяснить. Не можете объяснить? Нет. Неразговорчивого человека зовут Дмитрий Гуменецкий. В жизни наркодилера уже были задержания, наручники, допросы, правда, киношные. Он снимался в нескольких фильмах про бандитов. Многим зрителям запомнился по сериалу «Бригада». Про что фильм не знаешь? Про нас. В смысле? Здесь. Про брату. Да ладно, серьезно? Серьезно. «Бригада» называется. Да? Тогда посмотрим. Начали. Руки на ногу! Ну его нафиг. Непрофессиональный актер, профессиональный военный. С опытом боевых действий. Дмитрий Гуменецкий служит в спецназе внутренних войск. О том, что у майора есть криминальный приработок, наркополицейские узнали несколько недель назад. Установили слежку, так и вышли на гараж, где хранилось почти 300 килограммов наркотиков. Эти спайсы готовились к распространению на территории фактически всего Центрального федерального округа. Также они должны были отправлены быть в Уральский округ и в Сибирь. Изъята была партия концентрата наркотических средств. И из каждого килограмма из этой партии получилось бы 15-20 килограммов курительной смеси. А в общей сложности 6 тонн курительных смесей. Хотя уже несколько граммов способны превратить человека в неадекватное существо. Курительные смеси бьют по всему организму. Сильнодействующие вещества провоцируют галлюцинации психоза, остановку дыхания и сердца. Прошлой осенью по России прокатилась волна отравлений. Киров, Ханты-Мансийск, Тверь, Уфа. Сотни попробовавших синтетический наркотик попали в больницы. 40 человек погибли. В начале года наказания за торговлю спайсами ужесточили. Распространители курительных смесей теперь получают реальные сроки. Есть приговоры таким дилерам по 8-10 лет строгого режима. История подмосковного торговца в погонах станет, пожалуй, самой громкой. Не только по количеству изъятого спайса, но и по сроку наказания. Майору грозит пожизненное лишение свободы. Денис Давыдов, Людмила Жильцова, Первый канал.